...суждают как-то упорядочивать свои знания в области условий ОПЕЛ и ЛЮЦЕИ. Потом это дело сверху отрошло на второй главной группе ИГЛОСКОГО. А теперь я пытаюсь это дело перезапустись в новую, так сказать, условию. То, о чем мы с вами будем разговаривать ближайший семестр, то у нас сейчас очень условное название архитектуры и дистрибутивы МИГЛОСКОГО. Сразу же, помимо того, что я занимался преподаванием таким полуофициальным в 1902 года, я с 1998 года, наверное, работал системным администратором специалиста, в следующем году в команде студии. Потом, значит, система администратора позетра... ...а сегодня на муниципе... ... поэтому, так вот, помимо этого я еще, значит, преподаватель в их шар с ди-Ш 95, Я еще работал все 90-е компьютерной скорой помощи, из таких моих скиллов основных, которые мне понадобятся. Ну и еще я с 2003 года работаю в компании Alchemist, которая сейчас называется модель ТСКО. Занимаемся мы доверяйтесь чем-то. Поэтому примерно с 2004-2005 года у меня общая дневная направленность ТСКО превратилась в общую дневную, потому что я просто работал в компании от рабочих и стрелочевых лиц, и ничего не было ничего. Я стал в этом направленность. Вот. Вот. Теперь, вот, значит, моя, как бы, некий мой выбор. Теперь относимся к программному обеспечению, организованному таким образом, что вот у вас ничего не может, но вам нужно решать некий класс задания. Потом вы выполняете некоторую последовательность действий по установке, и вот у вас уже все есть, и вы можете решать этот класс задания. Вот такое бессмысленное определение, как комплект программного обеспечения, предназначенный для развёртывания и дальнейшего сопровождения, при решении целого большого класса производственных задач, можно, наверное, дать понятию дистрибутив. В какой-то момент, ну, скажем, лет 10-15 назад, было совершенно очевидно, что на свете, в общем, есть только один способ, один настоящий аксетив дистрибутива, это дистрибутив операционной системы. Все остальное, либо делается, либо представлено собой, ну, такие очень жалкие потуги, такие, ну, если дистрибутив, там, не знаю, в каком-нибудь везде, в каком-нибудь 15-летней давности, это такой мощный конструктор с различными способами взаимодействия частей, там, клейки, скелли, там, мох, веточки, вот, что любой другой комплект программного обеспечения, с помощью которого можно, думаю, что-то такое организовать на своём компьютере, выглядело в четыре детских пункта, причём один из них в шарик, а другой там, не знаю, в сосисках. Вот. Соответственно, времена изменений, и на сегодняшний день... Да, и на сегодняшний день не только дистрибутивный линукс обладает свойством вот этой дистрибуции, дистрибутивности, не знаю, как это сказать. Но, разумеется, линуксроиды начали раньше, ну, в общем, неизвестно, кто начал раньше, но линуксроиды держались этой линии больше всех, и в основном, значит, основном понятии нашего смотрения будет понять дистрибутив, в том определении, которое я бы дал. Да, свалка всего, предназначенная для удобного установки, используя, на самом деле, ещё до этого, разработки и сопровождения. Да мы сначала разрабатываем это всё, чтобы пойти разработай это всё, если это большая свалка всего. Потом мы это устанавливаем, и потом мы это ещё сопровождаем. Вот. Что такое дистрибутив? Вот. Это главный вопрос. И, вытекающий из этого очевидный темы рассмотрения, я думаю, что вы видели на сайте, но я всё-таки повторяю, чтобы было понятно, какой у нас примерный план разговоров на деприрательском сайте. Это, конечно, возьмём какой-нибудь дистрибутивный, как минимум один. Но, может быть, заглянем, ещё будем при рассматривании этого одного смотреть направо и далее. Вот. Здорово говоря, не бывает дистрибутива линуса. Бывает дистрибутив, основанный на нейтре линуса, где линус это ядро. Так что, мы просто для краткости говорим дистрибутив линуса. На самом деле, это не так. Он, речь, говорите, у Стомова, вообще ездит по меру с темциями, в которых он убедительно доказывает, что надо говорить дистрибутив линуса, но вовсе не просто линус. Вот. Мы, кстати, будем говорить в этом семестре о том, почему он отчасти не прав. На мой взгляд, и это, собственно, было открытием этого семестра, почему я вообще решился воспроизводить вот эту тему. Я не знаю, будет у нас время о работе поговорить. Опасаюсь это делать, ибо... Нет, наверное, будут, потому что мы будем выигрывать дистрибутивы. Опасаюсь это делать, ибо на сегодняшний день довольно трудно описать дистрибутив линус вообще, как он устроен. Они все устроены действительно парадом. Так вот, мы изучим и посмотрим, как дистрибутив линус решает задачу, собственно, дистрибуции, да, работали, доставки, установки и дальнейшие поддержки обновлений. Да? А помимо этого, посмотрим мы на другие системы, которые сейчас стремительно накачивают мускулы, например, тоже дистрибутивности. В первую очередь, это, как мне показалось, очень важная вещь. Это системы дистрибуции, которые присущи разным кросс-платформным языкам программирования. Вот, я хорошо знаю, как это. Есть еще Руби, был еще Перу. Он есть, но вот глубочайшее объявление стремительно терять популярность. Я не знаю почему, я не способен это понять. Я слышал несколько объяснений, с которыми я, в общем-то, согласен, но они не вывезут на руку. Достаточно сильными. Это, это, этот самый, Node.js. Вот. Мы не будем рассматривать это все, ну, ковыряться в каждом из них. Тем более, что я, вот, немножко набираюсь в питание, а по самим сторонам набираюсь гораздо меньше. Вот. Ну, мы будем смотреть, хотя бы, властями на то, как устроена вот эта вот цена. Экосистема. Я вообще не люблю выражение экосистемы. Потому что первые, кто придумали и начали фонседменить выражение экосистемы, были товарищи из компании Microsoft. И под этой системой они имели в виду недостижимый для них идеал, когда люди используют только продукцию в фирме Microsoft и больше ничего другого. Недостижимый, я говорю, потому что мы знаем только систему, где этот идеал оказался достижим. Да, это это. Вот вы используете там i2, 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 i10. Заходите там, не знаю, в ваша покупаете еще i2, i2 мусорная. И все, у вас лайки, а вы там друг с другом совместимы. И вы можете, значит, ну, знаете, с телефона так двое пальцами нажать и перейти на десктоп. С десктопа двое пальцами нажать и попал в аэридор. Ну, вот. Экосистема хорошо работает, все с тобой работают плохо. Вот. Поэтому мне не нравится слово «экосистема». Мы будем поддерживать понятие дистрибутив уже. Потому что на самом деле цели вот этих вот пипов, джемов, как называется, джемов, как называется, джемов. Это все приятно. Вот. Вот это бремя. Цель у этого всего ровно такая же, как из другого теория. Доставить. Вернее, сначала обеспечить удобную заработку с той стороны. Доставить до вас. Задеплоить хорошо. И поддерживать со временем. И мы, собственно, хотим, я лично очень хорошо вижу, как вот эти системы проигрывают. Просто они не зрелые по сравнению с тем, что наработано. в этом времени. Вот. Но мы и про него все еще только поговорим, почему, собственно, наработанные дистрибутивы ну не такие идеальные, какие нам могут показаться, когда мы их проблем не узнаем. Вот. Значит, еще одна вещь, про которую, наверное, стоит рассказать, это плагины всякие к большим программам продукта. в пакетах, как модель программ. Не знаю, как это по-русски сказать. В смысле по-другому. Ну, опять-таки, про что я уже знаю. Файл Фокс? Ну, если Файл Фокс, там и хромчик, да? Ну, наверное, хром, да? Может, всякий хром он отдельно, а хром отдельно. Поглядите, в чем разница? Почему, собственно, метод не другой? Не тем другим угодином не стреляют по-человечески. Да? То есть, Файл Фокс всех заклонил, а при логике под хром выйдет как-то страх. Вот. А может быть и нет. Может быть, я не в теме. Мы посмотрим. Согласитесь, что современный проузер, это, вообще говоря, такая специфическая операционная система, на самом деле. Он делает все. Он делает гораздо больше, чем все. Вот. Соответственно, если раньше пакеты по той же Файл Фокс самими позициями позиционировались так, ну, вы сделаете свой проузер еще лучше. То есть, это для гиков, которым, как бы, недостаточно просто проузить, они еще чуть туда похакают. Вот. Ну, и для каких-нибудь, я не знаю, какой-нибудь гряземанки для скачивания с крандашки. Ну, вот, то, что это будет. Да? Ну, ладно. Ну, кто-то знает, они уже. Значит, кто-то на сегодняшний день, на самом деле, и к этому ведет очень много, да, проузер представляет собой полностью, практически полную платформу для работы. Вот. И, поэтому, вот тот тяп-ляп, который они в свое время изобрели в качестве пакетного менеджера, на сегодняшний день становится им реальным препятствием. Ну, мы на это тоже посмотрим. Почему так? Почему так? Я что-то забыл, так что-то на сайте еще было важно. Никто не помнит? У меня что-то больше сегодня. Работа с прошивкой. Прошивкой, правильно. Спасибо. В бедроиде. Правильно. Что надо вам говорить в прошлом случае? Значит, да, на самом деле, есть еще один юзкейс, который со всей очевидностью решает абсолютно те же самые задачи. Разработки, доставки, деплоймента поддержки. Но этот юзкейс очень сильно отличается от хорошего зрителя тем, что у вас доставка происходит на многомиллионные растираженные устройства типа смартфончиков. Соответственно, там все задачи, вот эти задачи, которые я перечислил, они имеют свою специфику. И этой специфике как раз и отвечает та система дистрибуции, которая, давайте назовем это общим словом, прошивка. Это плохое название, потому что, на самом деле, это такая, ну, по сути дела, операционная система поверхного дефицитного гидролина с небольшого там, небольшого числа Ленинцева, командного окружения, плюс вот этот, вам видишь, данный, я буду только узнать о нервной дате. Я, может быть, когда мы до этого дойдем, может быть, я проживку написал. Может быть, я придумаю какое-нибудь более умное название для слова «проживки». А, вам не так, наверное, это слово «проживка», да? Окей, значит, ну вот, не знаю. Да, значит, надо будет знать, что? Надо будет либо вам садиться просто на двое дороже, либо, когда вы будете садиться, будете отчерживать один сети, там какое-то мелом проводить место, которое вы собираетесь. Да, вот неправильное слово «проживки», я вызываю ситуацию, когда, на самом деле, мы будем об этом говорить, задача доставки выкачивается на передний план, а все остальные задачи, это работа, поддержки, сопровождение, на самом деле на задний план. Потому что, ну, какая беда, что-то завлютилось, и вас поставили. Вот. Значит, в первую очередь это англэт. Ну, мы можем посмотреть еще куда-нибудь, на какой-нибудь право и лево, хотя бы, например, взять любви и смотреть, на какую устроенную, какую устроенную, на какой-нибудь IT. Ну, правда, я не знаю, как он устроен. Никто не знает, как он устроен. Ну, то есть, мы можем узнать, как он устроен, но это, в общем, как-то из какого-то нового, это из другой экосистемы. Да. Ну, посмотрите там. Вот. Значит, моя текущая идея, я не уверен, что мы ее реализуем в полном времени, я тут присутствую, что я не читал. Моя текущая идея состоит в том, что где-то половину времени мы заборачиваемся Linux-Base-дистрибутивами, вот, чтобы понять, как вообще, какие бывают подходы для решения вот этих задач дистрибуции. вот. В половину остатков всего времени заборачиваемся вот этим всем, просто изучаем, прикладываем к нему линеечку, сеточку, которую мы разработаем на базе дистрибутивов, и будем разглядывать, значит, вот, как эта сеточка подходит, что сделано лучше, что сделано лучше, что не сделано лучше. Вообще говоря, для этой цели нам не может придется изучить саму ту операционную систему, которая получится в результате разработки дистрибутивов, но иначе мы не поймем, ну, понятно, не поймем, какие задачи решать. Да? Вот. Ну, в отличие, скажем, от того, с 11-го кода, который, по-моему, есть даже в сети висит, в YouTube-чике, то есть не даже, он точно там висит, потому что люди просто упарывались и ваяли из нескольких камер, сводили изображение, туда вставляли звук, короче, монтирули все это эфирическим путем. Там было очень много усилий вложено в этот курс 11-го года. Так вот, курс 11-го года был посвящен, и мы, главное, переходим собственно, к второй части. Курс 11-го года был посвящен такому универсальному дистрибутиву именно линусу, с которым у нас похож на слуга, ну, дерзнула ищи, как мы знаем, и не варианты. Давайте сейчас, вот, немножко поговорим про и варианты. Вот. Что это были варианты с точки зрения, вот, меня 11-го года издают? Это такие штуки, такие подходы, такие приемы, которые вы найдете в любом дистрибутиве линусу. Вот. По этой причине их-то и стоит изучать. А то, что может отличаться, и разительно отличаться от одного к другому, изучать и скажем так, не стоит пристально. Можно бросить на этот взгляд, вот, немножко, так сказать, самим с собой дискутировать, понадобится тебе это прямо сейчас или нет, если понадобится изучить, если не понадобится, в общем, отодвинуть на заднику когда-нибудь. Вот. Так вот, когда мы, поскольку мы будем не актив, у нас должны измениться эти варианты. То есть кое-чего, ну, можно сказать, мало чем общего можно найти между операционной системой Linux и FrameFox, или, там, W, в общем, но не так много, как говорится, для операционной системы на базе. Вот. Тем не менее, собственно, именно это и не служило тому, что мы вообще тут сидим и разговариваем на эту тему. Мне пришло к тому, что, на самом деле, из вариантов много, и они не изменились, причем не изменились, аж еще с юнецовых времен. Просто, когда я забился поближе к Linux, я бы, я скажу так, горизонт немножко сузился, потому что мне стало понятно, вот, на близком расстоянии стали видны похожесть вот этой, более узкого. Но если мы сделали шаг назад, немножко расширим горизонт, мы поймем, что с тех пор появилось во всех многообразиях, и всякое другое многообразие. и основные принципы формирования, обеспечения, 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 обеспечения совместной работы и совместной разработки, обеспечения ценности, обеспечения доставки, обеспечения Со одной стороны, на мой взгляд, достаточно общезначимые, то есть трудно их избежать, этих свойств системы. Ну, мы попробуем. Мне хотелось бы их добавить в Linux и вывести. А с другой стороны, когда ты делаешь шаг вправо, шаг влево от вот этого множества, на свете, что это очень много программных продуктов. Гораздо больше, чем янусал, ну да, спи, ладно. Но если вы делаете шаг вправо, шаг влево, ну, замечаем, как основные правила общежития, основные правила взаимодействия людей друг с другом. И всего остального удивительным образом нарушаются, никого это не парит. Что лично для меня всегда было, как это, я всегда очень удивлялся, как в этом анекдоте. Да, если вы такие умные, почему вы стройно приходите? Вот очень много людей, которые хотят ходить в северном, хотят ходить на двой ноги, на двух руках, там, ну и так дальше. Вот. Имеет удивительность. Так что нет, но варианты есть. И тем удивительнее, что не все им вообще слегки. Вот. Более того, я попробую, мы попробуем поговорить о том, я попробую это указать, а будет критиковать, что вот у этих вот направлений в действительности разные задачи. Эти разные задачи требуют различных подходов к решению общих задач разработки и доставки этого самого поддержки и так далее. Вот. Но общий принцип простой. Вот такие вот у меня планы на ближайшие сетки. Если кто-то, если кто-то хотел другого, пожалуйста, возьмите листочек, напишите туда все свои предложения и замечания прямо сейчас. Ну или не позже, чем до конца лекции. Ну, пришел за розовым слоном, да, а здесь вот сплошные, там, не знаю, лупы и мурашки. Вот. Если вам хочется розового слона, напишите сюда розового слона, и мы его рассмотрим, взвесим, если он будет признан годным, включим в наш этот искусство, потому что он еще не готов к, видите, можно делать, что хотите. Вот. И это была такая водная, большая часть. А теперь я, наверное, если есть какие-то, вот да, поскольку часть не только водная, но и организационная, я попросил бы вот сейчас на нее отреагировать, если у кого-то какие-то есть такие, ну, у кого-то изнутри жжет и он хочет что-то в это вставить. Окей, это значит, что либо я всем подарил, либо я действительно вот какой-то вопрос информационно закрыл достаточно плотно, чтобы к нему больше не возвращаться, ну, вот на этом уровне, вот. Давайте поправ, вот это дело отложим. И сейчас я эту доску подвину, просто, подвину, она хорошая, угодная, или она не будет. Еще раз. Попробуем зайти к проблеме с другой стороны. Значит, с какой бы стороны зайти к проблеме. Попробуем посмотреть исторически, так сказать, как вообще появилось понятие дистрибутив, и что было до него. Как это ни странно, понятие дистрибутив в том виде, может, не знаю, состоящий из тех компонентов, о которых я уже говорил, давайте мы их зафиксируем. Разработка. Во всем порядке, разработка и доставка есть еще вот это вот хранилище, да, как это правильно сказать. Кого бы слово сюда вставить? Вот третий путь доставок, доставок. А вот второй раз, третий путь дурак, вот первый. Размещение. Понимаете, проблемы не только в размещении. Вот сидят какие-то разработчики, что-то хакают. Нужно сделать так, чтобы то, что они хакают, представляло собой такое общее поле, из которого потом мы будем доставлять и планировать наши конкретные инсталляции. Фонд координации. Фонд координации мне не нравится здесь чем, что оно хорошее слово, но оно не нравится тем, что оно к людям относится, а на то, я хочу, чтобы это было свойство программного продукта. Сумусорование. О, спасибо. Вот это хорошая идея. Вот. Это хорошее правильное слово. Значит, я придумал какое-нибудь более правильное впоследствии, если вдруг оказывается еще более правильное. Идея в том, что то, что разрабатывает больше, чем один человек, а иногда и то, что разрабатывает один человек. Довольно часто. Требует впоследствии некого согласования друг с другом. Совершенно не факт, что если у вас, у вас написаны три куска программы в разное время, в разное, так сказать, состояние духа, что эти три куска программы вместе составят один, а одну, как будет равным. Доставка. Почему мы это выносим из разработки? Смотрите, нет. А, мы не выносим это из разработки, потому что исторически как раз так сформировалось, что разработка была, а согласования практически не было. Вот. То есть люди... Давайте вот, мы пока оставим вот тут. Вы совершенно правы, говоря, что это в первую очередь дисциплина разработки. Да? Согласования есть в стимулиной разработке, но не только. Ну, типичный пример, смотрите. Это дистрибутива образца 90-х годов. Как было устроено? Сидели люди, собирали какие-то пакеты у себя на компьютерах. Бинарные. Потом шандаржи, на какой-то стриптой сервера, они там все валялись, эти бинарные пакеты, собранные каждый на своем компьютере, на каком-то совершенно непонятном окружении, вот, дома. Ну, просто потому что эти люди как-то договорились о том, что такое время примерно одинаковые у них. Вот. Потом, значит, приходили люди, которые ничего не умели собирать, но тем не менее, хотели пользоваться операционной системой. Ставили прям все эти пакеты, значит, вот в том виде, в котором они лежат на этом в ТП-серве, на этом, вагон, все на машину, и поучу, и там что-то работало, а что-то нет. Вот. Значит, именно поэтому все 90-е годы было очень модно так называемый СОС-Бэйзит подход, когда мы не пакеты кладем в общее хранилище, а исходники с тамбранными инструкциями, как из них сделать, как из них сделать пакет, из них всех сделать согласованные пакеты на вашей машине за один раз. Вот вам, пожалуйста, проблемы с согласованием внесенные из разработки, внесенные в архитектуру самого дистрибутива. Причем, опять-таки, есть разные подходы, и иногда они вообще никак не коррелируют с процессом разработки. Хотя, по большей части, вы правы, разумеется, если дисциплина программирования соблюдается, на самом деле не только дисциплина программирования, но и пакет, то доставка. Значит, под доставкой я имею в виду следующее, смотрите, далеко не во всех случаях вот здесь перечислено. Вот как было, опять-таки, все 90-е, ну, диплом, все нулевые, да, вы там, правильно, там, сидюк, прожевали на него дистрибутив, и с этого дистрибутива ставим. Вот. Потом это стало флешком. Все шикарно. За одним и большим исключением. Если это, допустим, какие-нибудь там плагины для AdWords или еще что-нибудь, вот именно этот способ доставки самый неудобный. вот, поэтому, ну и там есть более мелкие мелочи, не только, не только, не только, не только, не только, не только, не только носители. Вот. Поэтому процесс доставки вот совершенно отдельный И, в частности, именно он влияет на то, что, допустим, наш интернет такой, а не такой, как мы хотели бы его видеть. Значит, установка. Есть умный свой deployment, который означает установка, конфигурация и, короче, будут в эксплуатацию. Я не буду писать свой deployment. Оно мне не нравится тем, что оно не очень понятно. Но чё ж условно установка? Хотя это слишком частный случай. Слово «развертание» означает буквально следующее, что мы устанавливаем и настраиваем, короче говоря, у нас есть то, из чего мы строим нашу систему, решающую нашу задачу, а в результате эта система решающая нашу задачу. Ну и под конец сопровождения. Один из кругольных моментов вообще всего дальнейшего нашего разговора. Вот это всё – это свойство не репозитория, хранилища. Это даже свойство не дистрибутива, про который мы говорим. Это свойство того продукта, который мы хотим получить в результате. Это для него. Это мы его разрабатываем. Мы не дистрибутив разрабатываем на самом деле. Мы всё равно разрабатываем вот этот конечный продукт. Какой смысл разрабатываем дистрибутив? То есть нет ни у кого задачи разработать пакетный менеджер. То есть такая задача есть, но она не для того, чтобы он будет в пакетный менеджер, а для того, чтобы его применять. Наша задача – цель. Наша цель – получить продукты с конструктивным программным продуктом, решающим наши задачи. Это не значит, что все эти задачи не важны. Совсем наоборот, они и есть самые важны. Но надо всегда понимать, что задачи, которые мы решаем, вот они. Цели, которые мы хотим достигнуть. И это не идеальная разработка, идеальное согласование, идеальная доставка и так далее. Это идеальная программа на выход на выход. Идеальная операционная система в случае операционной системы. Ну, я понимаю, что цель идеальной операционной системы, она мы не достижима, конечно. Но, по крайней мере, мы смотреть давно и туда. Потому что если мы потратим... Вот хороший пример. У нас в комьюнции работал очень умный товарищ, который реально математик с очень большим бэкграундом, который разрабатывал идеальный пакетный менеджер, который идеально разрешал зависимости между пакетами, идеально с фактическими вакуумами. И делал это идеально быстро. Два года он это делал. В результате он действительно заработал инструмент, который идеально работал в идеальных пакетах. Но применять его в действительности было невозможно совсем. Хотя туда было вложено много математики. Причем такого анализа. То есть он как бы проанализировал реально этот мерный образ. И задача общего вида, которая очень долго решается, смог свести задачу частного вида, который решается быстро. Но только цель была не проекта. Цель была разработать идеальный пакетный менеджер, а надо было. Чтобы этот пакетный менеджер помогал создавать идеальные персональные системы. Именно поэтому нельзя взять отдельно какую-нибудь из этих параметров, и сказать, что сейчас мы вам расскажем идеальный пункт для организации всего этого задачи. Все зависит от того, что мы хотим. Когда я учился в университете и слушал лекции на военной кафе, мне все это казалось совершенно бессмысленным. Особенно меня раздражало, что военные всегда говорят, цели и задачи и дальше чего-то там. Цели и задачи подразделения, цели и задачи организации военной культуры. Потому что я был глупый молодой. И я подошел там к нашему полковнику и спросил его в лоб, на дыр. И говорю, вот чем отличаются цели и задачи? Он несмотря на эту дырога. Я объяснил, что цели – это для чего вы делаете действие, а задача – это что нужно для этого сделать. От себя добавлю, что есть еще пункт решения – это как вы это собираетесь делать. Никогда не забывайте для чего вы делаете. Так вот, я обещал рассказать про историю, и для этого разверну вот эту вот сеточку. Ну ладно, пускай эта сеточка-то побудет. Побудет позднее, что не стало. Я расскажу про историю. История шла примерно таким образом. В начале было… Слово. Вашины. 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 Вашинные… Вашины. Вашины последний раз, наверное, не важно. Идея была в том… Почему я это говорю? Потому что как бы было и не было состоялось в том, что компьютеры строились, ну скажем, 10 лет. И программный обеспечник под них писалось 10 лет. И потом эти карта, оно читалось частью, вы посмотрите, да? Почему говорят программный обеспечник, аппаратный обеспечник? Потому что компьютер это программно-аппаратный комплекс, и мы в течение всего срока изготовления компьютера изготавливаем его и программу под него. В такой слове компьютер в образе просуществовал довольно долго, и у меня такой дистрибуции тогда речи и не шло. Понимаете? Потому что усилия на разработку, макетирование, выпуск в железе, выпуск серии компьютера считались абсолютно сопоставимыми с усилиями для разработки, макетирования, выпуск теста версии, выпуск в педали, версии программного обеспечения. Который найден в данном компьютере, как бы ему было иммонитно. Все 50-е годы прошли под этим словом в прошлом, в прошлом сочинениях. Значит, то есть урной 0 дистрибуции не требуется. Нам не требуется решать ни одной из этих задач. За исключением выходит задача достатки, которая решается очень просто. Вам данное исключение за обеспечение доставляется вместе с компьютером. и в какой-то момент, я думаю, что это будет Кент Токса за Дену Свечи, свободная отработка в мире. Решили написать многозадачную операционную систему, которая позволяла бы одновременно обрабатывать большие массивы текстовых данных. Они в основной работе были программисты, которые, ну, легенды плохих, по-моему, ошибиться, которые занимались подготовкой текстовых процессоров. То есть, вы как выглядите с текстовыми процессорами в 60-70-х годах? Ну, у вас был массив размещенного текста с специальной командой на размещение, а в этом случае должен получиться массив каких-то штук, которые потом на пунктах выходили. Обработка текстов – это долгая в те поры задача, потому что компьютер работает неверно. Короче говоря, пока программа обрабатывает тексты, вот, одна программа, тот же Кеннаджи хотел в это время играть свою любимую супер-статуре, которая, да не просто Стартрек, прошу прощения, которая сокращалась как СТ, а во всех мемуарах по юбиксу, как-то правильно сказать, цивилище называется Space Travel, потому что на основном сочетании Стартрек есть копюры. Поэтому, если вы будете читать, там на пункт написано Space Travel, не верьте. Просто они не имеют права подрекать слово Стартрек и столу слово Стартрек, Тартрек живет за другом подреку. Вообще говоря, посчитайте всю эту историю, потому что вы уже несложно первые, вы на эти первые системы, вы можете и не слушая свои слова. Мне важно другое. Мне важно, что в какой-то момент к этим двумя парням, а если вы сумели, значит, увлечь своей сперритами работы, это не целый артипус. У них там был еще начальник этого отдела, который любил матросы, и молнию завершил шел, парень, половину, и вот это и все. Вот. Значит, к ним пришел такой известный популяризатор науки и программирования, в частности, Брайн Кермен. И что сказал Кермен Кермен? Он говорит, ребята, что вы пишете, это все до осынания. Вон же, у того же Тенниса, есть прекрасный язык программирования Б, в который он напихал всякие волшебные штуки из Б или Айтин, еще из чего-то, ну, попроще, в волшебной штуке попроще. Да, и теперь можно удовлетворить этот язык программирования. Таким образом, чтобы он стал кросс-платформен. То есть, когда вы пишете на языке программирования, даже на моего, для простоты, цирк, вы не имеете в виду, на какой архитектуре будет выполняться эта программа. То есть, итак, у вас есть все возможности иметь это в виду, но есть также все возможности не имеют это в виду, особенно, как я тут убедился, читая вторую семестру на первой пусе, вот там в Севастополе сфотографировали, особенно, когда есть идет программирование на, собственно, на сэнвере, а программирование всевозможных, на скрепление всевозможным конвенциям, и у КТУ кражда я степлю абсолютно рад. Один вызов к процедуре чего стоит. Вот тут есть стишного потока в второпульснике? Вы проходили 16 способов вызова процедуры 28664? Нервный смешок взяли. Вот. Значит, вот, именно для того, чтобы этого не было, было разработано без ЭКСИ. В результате чего где-то в начале 70-х был уже первый поток ввели системы на совершенно другую текстуру. Изначально это было 510-510-510-510-510, а первый поток ввели 32-разрядные, у него устроена память. И, тем не менее, есть, на ней работа. И во что мы пришли? Первое, что понадобилось, первая задача, которую понадобится решать, это задача переносимости исходного кода. Исходного кода. и вот здесь мы уже начинаем попадать вот в это все. Еще тогда, в 70-е годы. как тут до нас дошло, что программу можно записать один раз, а запускать в разных операционных средах, по крайней мере, в институционных системах, да, в разных институциях. Так сразу у нас появляется необходимость эту программу вписать так, а комперировать и запускать ту. У нас разделяется источник. Вот в случае на любом, когда компьютеры изготавливались вместе с программой для них источник и картик разделяется. А в случае, когда у нас очевидно, это же очень любые, один раз написал, потом все ее планили. И вот здесь уже возник вопрос, ну хорошо, вот я написал программу для своей машины, как мне сделать так, чтобы ты эту программу там, на своей машине спустил? Особенно, если мы не разная фикорка. Я повторяю, я здесь не не говорю сейчас о ситуации предыдущей, когда программа написана в одном месте, ездила в будущем записанной магнитной или в другой местной, там работала, потому что опять еще она с тем компехом могла приехать вместе с компьютера. Но вот когда в действие пошла переносимость исходного кода, вы точно не могли дописать программу у себя, а потом отдать ее работать куда? Потому что там надо паницовывать. переносимость исходного кода. Как только появилась рядная переносимость исходного кода, появилась необходимость доставки. И как следствие разрыва. Считается, что сопровождение до этого еще не дошло. Потому что мы доставляем исходный код, мы еще скомпилировать его должны. Значит, на машине приема должен быть компилятор все, а на самом деле еще и все библиотеки. еще не факт, что она заработает на представленной архитектуре, нам придется в какую-то зависимую часть переделать. А раз так, то чем хуже написана программа, чем больше она заворачивается на конкретную архитектуру, тем хуже происходит разверт. Чем меньше возможности эту программу у тебя собрать, а в результате меньше возможности ее отдать, чем, скажем, не дай бог он решит лицензий обмазан, на котором написано, что ее нельзя конкретно доставлять никуда. Тем меньше шансов, что эта задача вообще будет решена. И где-то к концу 70-х, начало 80-х годов Юникс сам убирает большинственную популярность, потому что конечно альтернатива инвестиру были инвестиционные системы либо абсолютно инструированные изготовлены по старинку помежду дубой, либо какие-то поделия совсем такие дерзкие. Вроде всякую досу, себе и вот этого всего. Правда, там параллель стали развиваться еще чуть позже в Акинтоши с их подходом и Осуп Малам и Верховский с их подходом давайте напишем вообще сразу все. Ну, это отдельно идти. Да, значит, пункт номер два. Когда в середине себя, условно говоря, начало 80-х юницы забрали довольно большую популярность и это уже были комплекты вспоминая данное деление, которое кажется заградет. Это уже были комплекты программ для решения довольно широкого уровня. Возникла следующая проблема. Чем больше у тебя чем больше у тебя программ входит в этот комплект, тем больше шансов, что в ней будет найдена ошибка. больше шансов, за тот период времени, которым ты пользуешься этим комплектом, какая-нибудь из этих программ улучшится. Эта ошибка будет по фикшену. Ну, не у тебя на машине, а где-то там. Короче говоря, после того, да, значит, забегал, забегал приток напрасно. А, нет, нормально. Значит, то есть, помимо того, что появилась задача обеспечить переносимость исходного фонда, появилась задача регулярной доставки свежих версий. Вот, давайте я напишу свежих версий. Смотрите, какой-нибудь, не знаю, везде первые дистрибьюжи, первые системы дистрибьюжи. Что такое первые системы дистрибьюжи? Это леночка, на которой закатаны исходники всех программ, составляющих апеллисовую систему ДСД. Плюс, по-моему, бедомки для некоторых инструктур. Могу совпадить. Вот эти ленточки, они, я имею в виду, магнитные ленты, на записывание на спец ленточки, нет. Интернет тогда не было забыть. Вот. Вот эти ленточки люди, которые занимаются разработкой апеллиционных систем, а их было тысячи во всем мире худесников, делал халат. Они, значит, правильно, эти ленточки возились с собой на научные конференции, где они ими обменивались. Вот, радостно. Потому, что этот человек приезжал домой и вставлял держащими лучонками ленточку в лентовод и разворачивал новую версию бездей, где с удивлением обнаружил, что его поправки, которые он вставил год назад в программу принтер, программу принтер, потому, что ему не было туда добавить поддержку какого-то еще волшебного принтера, который у этих не было, у него была, в эту программу пошли его изменения, он их отдавал на такой же ленточке, значит, год назад на той же конференции добавить, туда пошли изменения теперь его ход содержится для поскольку программ стало много, шансов, чтобы их будет найти нашивки стало понятно, закон больших чисел. Если программа одна, невероятно снятие, где ошибки там, не знаю, в среднем одну полгода, хорошо, в среднем одну неделю, вот, если их так, 500, сами понимаете, в среднем 500 неделю, ух, вот, значит, и вот, значит, Бог заберетел вот этот метод передавать на ленточке эти исходники, тогда люди могут хотя бы какой-то информационный обмен для вас называть. История пошла, как вы сказали, в диагнозе, выяснилось, потому что вообще юнис это очень хорошо продаваемый программный продукт, где можно бабло тратить. Не просто потому, что там приехал, установил, а в принципе, у тебя нету юниса, а ты банк, у тебя, значит, 100-500 рабочих мест, ну, хорошо, это были 50-е годы, ну, поделят пополам, да, 500-250 рабочих мест, а вот, значит, не себе надо, чтобы они все работали и не падали, ну, что тут вообще, вот как, надо купить побольше юнисерок. Короче говоря, к 80-м годам, примерно так, начало-середине, до людей, которые занимаются айти-бизнесом, дошло, что вообще, говоря, не гоже вот так вот брать, и там, теперь люди как будто ленточки передают, а в другом конкуренции передаю Григорий Григорьевич, и разразились так называемые юнис-воросты, которые, собственно, сводились к тому, что ты, товарищ, за заплату программу писал на себя на работе, ну, тогда извини, это у тебя никаких прав, но, что ты писал просто нет. Любой творческий продукт, ну, может быть, твое имя упомянуть в общей списке всех программистов ваших компаний, да, но правому продукту принадлежит им это дать, извини. А ты его взял на инференцию, правильно? И за бесплатно он дал, да, он еще продал, ну, вы поняли, а за бесплатно он дал твое имя и что за делать? Вот, вот он убил и убил кровава, кровь, и вот это все дошло до того, что очередной выпуск к операционной системе BSD-4-4 запретили. И все сообщество стало строим вычищать оттуда вход, который был написан не в свободу от работы в мире. Наверное, здесь уже никто не знает, нет, здесь точно некоторые знают, извини. О такой, самым известным в последнее время распространителем, продавцем Unix System, самым известным продавцем Unix System, компания Santa Cruz Operations, она же СКО, СЦО. Вот уже почти никто не помнит этот троллей. Ну и счастье. В общем, это люди, которые умудрились возобновлять искы по нарушению лицензии или лицензионной чистоты уже по отношению к Линнексу спустя 20 лет после того, как вообще все это перестало существовать, и продолжают это делать до сих пор. То есть, отверзаются могилы, оттуда вырезают кости с остатками мяса под названием СЦО и начинают пахать какими-то патентами, а вот я еще нашло, значит, вот, ему там нефик оплевают святой водой, стрелять из автоматов селедренных пуль не плагает. Что это значит для нас с вами как для людей, которые разглядывают по понятию дистрибутив? Это значит, что у нас возникла проблема в доставке очень большая лицензионная частота и собственные разработки согласования. Потому что фактически, если ты не имеешь права показывать свой лифт своей программы своему коллеге с другого конца и с другого уголка земного шара, уголка земного шара, то это значит, что фактически ты один сетиш разрабатываешь, убережит деньги, бахты, а все остальные те помогут. Соответственно, для обеспечения главного исключения этого пути очень важно 80-е кодеки показали, что очень важно соблюдать лицензионную частоту и вообще лицензионно защищать тот код, который вы пишете, от ситуации, когда он просто будет унижать программин. Правильно сказать, честно признаемся, что в то же время стал популярным прямо противоположным потоком. Который заключался в том, чтобы, наоборот, как можно сильнее обмазывали получаемый код с возможными запретами лицензии, с той целью, чтобы тех денег, которые ты получаешь с отродажей в утре, написанные здесь и кое-как отлаженного программного продукта, хватило на зарплату программистам и тебе на хлеб с маслом и еще на все подряд. То есть, фактически, где-то в 80-е годы произошел раскол, явный раскол между производителями, скажем так, тогда еще не было такого определения, ну, подмечения и подмечения для налоги свободного программного обеспечения и производителями предпринимательного владельческого программного обеспечения. Причем, что показательно, видимо, в следующий раз мы будем говорить на эту тему прямо специально, не только по нее, про открытую разработку и про лицензировку, что показательно, выжили только в полюсах. То есть, нормально работает в случае операционных систем, прошу заметить, в случае, скажем, андроида, отлично работает вот эта вся фриварь ваша в маркете. В случае операционных систем нормально работает либо подходит, когда любой чип огораживается со всех сторон с целью как можно дороже его продать и на эти деньги обеспечить себе дальнейшую разработку, может быть, больше людей посмотрели в него и стали использовать, стали его улучшать или поправили ошибку, пояснять на то, либо полностью открытые, либо полностью закрытые. Так, все эти серединки, они, как бы попробуем посмотреть, когда дойдем за это место, все эти серединки, все эти ширевые, вот это все, оно хорошо только, когда индустрия только зарождается, только разворачивается. Потому что слишком много возможностей и слишком много собрать легкую деревню здесь и сейчас, побыстрее будет липать что-то и дальше с этим выскочит так. Ну, собственно, что мы имеем в баллоне, это прямо чистое. Вот. Значит, рецензированная частота. Рецензированная частота. Но, на самом деле, это пока что устранение негативных проблем. И, кстати, давайте мы вам сразу скажем, что в то же время, в 80-е, в конце 80-е, начало 90-х, стало больно развиваться эти ваши интернеты. И, очень быстро с того, повышаться ловенобратно связанность информационная между вот этими самыми людьми, которые давно уже перестали быть кудесниками из белых колодок, потому что это были тысячи, миллионы по всей плане. Значит, давайте мы прямо так же напишем слово Николай. Вам даже интернет радио устучения. Вот. Значит, информационная связанность превратила решение всех базовых задач в задачи вообще в принципе это решает. Если раньше все это можно было делать только славо в полгода обвиненные с кемочками на конференциях, или внутри одной издели на взятой лаборатории, когда люди сидят рядом, или перезваниваясь друг с другом по моделлу чем-то в чем-то таком, то есть редко и в любом согласии, то при повышении информационной связности вопрос становится, как мы сегодня видим, не в том, чтобы сама возможность обмена информации была, а в том, чтобы эту обменную информацию сделанную более эффективной. сейчас очень крупным и делись хорошо называются средства совместной разработки через интернет, средства управления от разработки контроля версии вот этим всем, то, что называется version control system и дистрибьюти version control system. Контроль. 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 Вот. Значит, какие-то инструментарии связанные с сборкой по несколько платформ автоматической сети обладают. Короче, благодаря. Информационная связность вообще сделала понятие дистрибуции как такого процесса возможно. Хотя, как мы уже видели, и раньше это тоже было в таких своих протофорах. Информационная связность. Следующий шагер. Повторяю, я рассказываю историю о организации дистрибутива именно операционных систем, а не дистрибутива вообще. Именно потому, что дистрибутивы операционных систем появились на моем взгляд и повторяются в ней. А что это раньше? Следующим шагом в этой истории было осознание одного простого факта, что никакое сообщество тесно знакомых друг с другом людей не способны написать огромную операционную систему, чей объем всего будет увеличиться или... фактически где-то к середине 90-х годов, даже к началу я бы сказал, стало совершенно очевидно, что либо вы все вместе работаете, постоянно общаясь, постоянно тусуешься внутри себя прислушиваясь к лидеру. Короче говоря, когда вы работаете командой и так далее получаются большой программный труд, вы у вас ничего не получаете. Проблема в том, что работа командой это всегда работа программистов. Скажем так, те же BSD, зерно операционные BSD ожидаются в сторону. Это отдельный большой программный продукт, устанавливая который вы сразу получаете операционную систему с базовыми компонентами сетевыми, разработкой которой занимается одна команда, я бы не сказал, что на full-time, но нашедшая для себя возможность посвятить себя именно вверху. вверху. Вот. У такого подхода есть предел, довольно ощутимый предел роста. И собственно, наверное, придется дальше ехать. Собственно, следующим шагом, на мой взгляд, в этой всей истории, было, собственно, изобретение дискримитивов для вас. Хотя, опять-таки, история пошла совершенно непрямо, зачем идти прямо, никто не двигает за собой, а сначала хотя бы далее, потому что все началось с простого фирмского фарма Ливуса Торбельса, который закончил университет Хельсинки. И чисто ради выпуска фарма, о чем он потом написал в целую книжку, решил немножко поковырять операционную систему, которую их там заставляли изучать, под операционную систему Linux, запросто отводить старт вообще компьютерной науки, кто называется? Андрей. Андрей, да, непонятно, кто зовут, не Андрей. Андрей, Андрей. Андрей, да, очень-то, по-нашему Андрей. Ну, потому что это английский вариант, а он все-таки не влечения тебя. Вот, не веки. Которая в данный момент была еще не свободна. Еще можно было изучать, но дальше ничего держать было нельзя. Собственно, Linux и изучал. Он, значит, до начала переделал самому, если не изменять память, начал как драйвер-терминал, что ли, переделывать. Потом до него дошло, что драйвер-терминал это мало, надо бы и его самому переповырять. В общем, в какой-то момент он даже написал что-то вроде новой ядра операционной системы, уже на этот раз совсем свободно, но, правда, с драйвер-файлой системой не справился, поэтому некоторое время в прото-ядрах Linux'а жили драйвера админиса, занимающихся файлой системой. Правда, потом пришлось их тоже переписать, потому что они тоже были убойки, в стиле 80-х 8 символ драйвер-файла точка это 3 символа расширения все вот эти дела. Для тех, кто у вас немного знакомый с Linux'ом, с Linux'ом знает, именно поэтому файл и система в Linux'е называется ext. А на ext нужно расширенное по отношению к тому, что там было раньше. А раньше там было теннумбамовское вот это вот поделение. Короче говоря, появилась еще одно ягро операционной системы вообще не лая. На тех момент можно даже считать, что хуже, чем везде проектов, кое-как к тому моменту было больше одного. То есть FreeBSD было отдельно, OpenBSD был отдельно. Ну, чтобы OpenBSD был не отдельно, сначала ну, видимо это сообщество, трудно-трудно предполагает, что он когда-то был не отдельно. Вот. Да, ну и это, собственно, там, отдельно. Ох, привези так. Короче говоря, ну, привез такой челлендж. Вот, как я уже говорил, операционная система вездеобразная, в своей базовой части, и это такой монолит. Это хорошо в смысле согласования и разработки. До тех пор, пока у вас в этом согласование и разработки, участвуют там, накапливают. Как только у вас там много-много желающих, с этим монолитом очень трудно, чтобы поделать. В случае ядра у вас автомата этого всего нет. Но что можно сделать с ядром операционной системы? Загрузить его, а дальше что? Писать программу, которые будут вызывать систему и вызывают регидра для того, чтобы они что-то делают. Мутилиты и тут выяснилось, что на свете существует в сообществе в Му, это все тоже как-то, в сообществе в Му, которое к этому моменту, к моменту правда, Витя писал свои визу, предоставляя как бы изобрело и открыло в миру две очень важные вещи, очень важные. Какая из них важнее, я скажу, чуть позже, а пока просто их перечислить. Первая. Если зависеть на сайте Му, мы видим, что он предоставляет тот же комплект, если не больше, программного окружения вакуалхидра, из которого можно сделать настоящую операционную систему. Вот везде это и да, операционная система, какой-нибудь VMS какой-нибудь ОС-260 или ОС-пополам или Гиннес к тому моменту прочно обосновавшийся. Это и так операционная система, а не мы только едру. Мы берем ядро программное окружение и получаем операционную систему. Вот такой комплект получил на здании собственного гнилина. Вот. Программа к тому моменту было все что надо. Капиллятор, по-моему, клавиум интеллекта, текстовый интеллекта, редактор, что там еще, сетями какие-то демоны. Короче говоря, в таком сочетании у вас уже получилось что-то похожее на сетями. Но возникла одна важная проблема, которая возвращает нас к начальной составляющей подействия стримуз. Проблема стоит следующее. Вообще были все вот эти люди, которые там сидят. Это такие мочевые хакеры, мрачные борода. Которые в общем ну это вам не верхае. Везде и везде вот это все. Нет, это такие вот человеки-одиночки, которые сами пилят свои программы по собственному желанию. Люкс, между прочим, сказать, не пользуются. А пользуются каждый кто-чет, солярец, такой прекрасный юридический систем, коммерческая в смысле проприетарная, с между прочим очень неплохо решенным решенным информационным пространством. Был прекрасно документирован на этой истории. Прочем постиг да, уничтожим программирование. Еще какие-нибудь инвестиционные системы, их было. Сынок, плюс, тоже будет очень самый последний. Поэтому взять и просто так связывать из этого и этого операционную систему можно получить и эти чески. Должен был найтись человек, а на самом деле много людей, которые бы все это превратили в осуществление вопросов голосования и превратили в конкуляционную систему среди. Человек нашелся и довольно быстро стали появляться у него последователи. Первый был патрик фокешдер основатель дистрибутива с лаквари. Давайте мы запустим шестой рекламу. Сейчас я расскажу про шестой рекламу. После патрика этого все было и будет дипломной работы. Его наушник сказал, мужик, видишь ядро дырки, видишь дырку, что там уже не хватает. скачай все исходники, которые тебе не хватает, сделай из этой операционной системы, будет тебе дипломной работы. Патрик взял гидро линокс, там уже верс 1, что ли, чуть ли не вышло. 92-й год, да, по-моему, гидро 1, это было. Значит, взял гидро линокс, в смысле утилиток, ну, ГЦЦ, компилиратор, все вот это, пайл утилиток, и все на своем компьютере как-то поставили, написал, как ее поставить на своем компьютере, где что прописать, там запущен, вот это все. Вот, выложил в интернете технику, 90-й год, интернета уже будет, и, думаю, завтра закончил свой грандиотический курс. Вошел в Косград, начал заниматься наукой, вот, и лет под конец того же года, или на следующий обнаружил, что его почтовый ящик просто забил письменную, так, чувак, тут вообще ВПЦ новый вышел, да, там, ошибки в этом есть, Windows там уже три ядра новых выпустил, ты где? Давай, давай, мы хотим. Вот. Ну, и ничего у него не осталось, как к стадисователю первого в мире дистрибутива Linux, вот, в котором, собственно, появилось понятие пакетов. значит, что такое пакет? Это дисциплина, которой нужно привить гвоздями к программному продукту, для того, чтобы произошла вот эта первичность согласования и у вас получился не просто программный продукт, там, не знаю, видом, а приводные видоснадки, разведки и сопровождение. Вот идея, что между upstream, то есть автором программы и пользователем, который все это использует на своем компьютере, появляется еще один персонаж, который называется сопровождающий или монтейнер. Возникло примерно тогда. Собственно говоря, перевезти очень быстро и, может быть, даже слегка первыми перешли на эту схему, но там ну и вообще везде дистрибутивы, но там очень долго объявляют как-то вовремя везде до сих пор происходит очень четкое деление. Те люди, которые занимаются корресистом, они друг с другом очень сильно связаны, нехорошо отлаживать свои интерфейсы друг с другом и свои программы, а те, которые занимаются так называемыми портами везде, эти люди очень мало связаны друг с другом, они что-то на поле собирают, а если вам что-то не нравится, вы прямо у себя на машине берете и пройдете. это конечно не то, что сильно накладывает большие затруднения на этот стэк, но выфильтровывая среди пользователей такого рода профессиональных систем только профессионалам. Профессионалам могут что-то поправить в исходном коде или на реприюрус. Нет, это я могу, не только профессионалам. Я уже не знаю, это здание. Хотя по части смотрения сопровождающего я как раз на самом деле профессионал я за это деньги. Именно в дистрибутивах как мне как раз вот эта четкая позиция upstream монтейна пакет с переносом изрядной доли ответственности на монтейнер принял решен пакет в общих хранилищах. Прохранилище чуть позже. Значит именно в дистрибутивах это решение эта штука как бы оформилась как вот такое грамотное добавление дисциплине работы с программами которая позволяла повторяю вот эту нижнюю часть этого стека организовать чтобы у вас было откуда скачать было чем развернуть и настроить и чтобы когда выход в новые версии вопрос скачу между полу разверт претянул шло время и довольно быстро стало очевидно что чем больше у вас компонентов в системе чем больше у вас монтейнера в вашем сообществе которые там друг с другом общаются у него есть общий дисклупс информационный тем хуже ситуация с совместимостью всего того что они платят в начале лекции я приводил пример как был устроен дистрибутир до того же распрата в середине 90 или того же сусе сусе особенно это было вообще периодично потому что там люди даже рецензии не смотрели я собрал какую-то программу говорит чувак она это графический редактор раньше все говорят спасибо я ее закачал на хранилище пас лежит на фтп потом объясняется что это при придаче на протольной описке вообще нельзя распространять то есть капелировать можно распространять нельзя так мы это волную это конечно плохая идея но самое огромное что возможности доставки и разработки она была хорошая а вот реализация вот он подкачал главный потому что недостаточно в процессе в процессе согласования недостаточно всего лишь придерживаться дисциплины разработки то есть недостаточно правильно программировать правильно раскладывать фразы в правильные каталоги хотя это очень важно и вот это относится к понятию пакетов на самом деле очень важно так чтобы когда вы вот эти все компоненты соединяете вместе между ними не было равновесов они были бы собраны на одной и той же разработческой базе они бы не либо вообще не конфликтовали друг с другом либо где-то было написано что они прикрыли друг с другом ну и так далее короче говоря появилась необходимость хранилища я сейчас не готов сказать кто первым забрал хранилище а дебиар конечно первым забрал хранилище дебиар дебиар называют хранилище дистрибутивами это кстати еще одна забавная штука если зайдете на сайт дебиар они дистрибутивами называют то что в наших лекциях будет называться слово хранилище или хранилище дебиар полное название дежурных дебиар понятие хранилище что такое хранилище вот я уже говорил что в случае с УСЕ это просто свалка бедарных пакетов которые туда свалят а потом их ставили благо инструмент установки пакетов то что принято пакеты были собраны в разное время разными людьми на разной программной базе и возможно хотели разный перегратив и с разными разными версиями потом получались какие-то страшные разные упадания но в общем это было просто нормой именно по этому архитике как я говорил в начале релекции в те 90-е годы было страшно популярно собирать пакеты вручную до конца до конца дистрибутивы линукс которые основаны на сборке пакетов прямо на той машине где вы будете им пользоваться самым известным из них это джан я не вижу смыслом на сегодняшний день сорт дистрибутивом за исключением некоторых маргинальных случаев но вот эта подсистема подготовки исходных текстов и обмазывания их всевозможными переключателями для того чтобы голосовать с такой библиотекой с такой библиотекой с поддержкой без поддержки и так далее прямо с начала на той машине на которой вы это делаете эта система доведена к дистрибутиву к джанту до очень срока уровня и никто с ним не сравнится даже при везде хотят то, что это срока но мы сейчас говорим другого мне кажется что это боковая ветвь именно потому как я сказал в самом начале управление всеми исходник одновременно но только генпушник может думать что он сам собирает все эти программы на самом деле конечно он запускает какой-то скрипт который за него собирает с таким же успехом вы не собираетесь эти программы разница в ней на самом деле оба контрольной системы не видно хотя это очень большой практик я сделаю легкое отступление да я сделаю легкое отступление про 8 лет осталось нет я не буду делать про 8 лет так вот хранилище это не только дисциплина программирования но и дисциплина подготовки динарных пакетов ну или исходных на source без таким образом чтобы они уже в силу дисциплины не конфликтовали друг с другом по очень многим стать например для помещения пакетов хранилище требуется чтобы он был собран на определенный на определенный на определенный в определенной сборочной среде и только в ней или он может быть собранным делом можно в доме помещения хранилище к нему прибегают зонные опыты и тестируют а действительно он совместим со всеми остальными или как в случае скажем в alt-limax в alt-limax вообще нет по-моему уже нигде нет я так говорю в alt-limax как будто это было наше на сегодняшний день ни в одном безгребутили нет такой ситуации что ты берешь и засовываешь бинарный пакет вот туда откуда все будут скакивать ты всегда засовываешь исходный пакет то есть пакет содержащий исходный технической программ инструкции позвонок а потом специальный робот этот пакет без тебя собирает никаких ключевых никакой лишний разум робот собрал счастье робот не собрал идеи и учим отчасти то есть на сегодняшний день никто не помещает за исключением конечно всяких прапоретаж бинарные пакеты хранилища помещение хранилища установлен таким образом что ты предоставляешь исходный токус под искусственную инструкцию позвонки а потом этот пакет собирается в том самом окружении в котором принято собирать пакеты хранилища результат конечно очень шикарный потому что можно проверить на разнорешенную библиотеку можно проверить на так называемые отметки то есть когда пакет требует чего-то чего-то системе нету допустим хранилища который использует на штуках системы вообще никаких отметок нет то есть туда нельзя поместить пакет который требует чего-то чего-то хранилища вы можете только поставить в очередь и признать всех остальных ну-ка давайте вы перезабирайте или собрать не один пакет а несколько которые это зачеркивают короче говоря нельзя делать так чтобы у хранилища получился пакет который нельзя поставить вот если нам хватит зрения мы даже увидим что современные структивы идут еще дальше в том же отек проверяется не только от зависимости пакетов но и наличие в коде предоставляемых функций список функций которые есть в библиотеке допустим сравниться со списком функций которые от него требуют программный продукт если они не равны если один не содержится в другом то такое помещение храниче тоже не равны другие схожие проверки есть сейчас в идеальные схожие проверки есть сейчас в странном обезоне есть сейчас в федуале это не важно хранилища и вот здесь вот это все было запретено еще в прошлом тысячелетии но правдость охот перетерпела очень серьезные изменения всякая изоляция разборка достижения в последней системе и вот здесь вот история развития ринвовс-дистрибутивов начинает притормаживать мы утыкаемся в ситуацию это ситуация когда у нас конечный пользователь вообще не забирается взвать все их машины он хочет свою Ubuntu он не знает что Linux он хочет Ubuntu ну как бы этот Марк наш этот как бы его как бы как парня Марка Шаттлбот 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 спасибо да я вот что-то гречем стал забывать слова короче Марк наш Шаттлбот к его идее что каждый куклатор могло управлять Linux Ubuntu вот не страной Ubuntu значит и он в общем прикладывает много денег к тому чтобы эта идея существилась в чем то он прав вот но главное что такие люди они очень слабо разбираются вот в этой всей структуре потому что эта структура у нее база это разработка согласовывает соответственно большая часть работы в том же идеале не проделан потому что вот это работает а когда у нас база это когда у нас конечный пользователь в общем вот это да еще он в общем не работает он не очень хорошо разбирается в понятии там развертывания настроек вот это всего то мы с отметивным пакетом потому что пакет это повторит такая штука которую удобно разрабатывать удобно согласовывать удобно хвастер еще удобно проверять наличие блюда а он хочет решение своих прикладных задач ему хочется приложений вот и здесь мы собственно будем остановиться о причинах по каким мы здесь будем остановиться мы можем успеем поговорить а если не успеем то достаточно очевидно это и сейчас все таки видно в дистрибутив как дистрибутив по дистрибутив как что-то решающее вот эту группу задач рассчитывать в первую очередь на разработчиков внедренцев те люди которые будут им пользоваться им уже сделают что-то заранее какие-то разработчики какие-то внедрители вот и они не будут заниматься ничем даже или может быть тем более сопровождением какие задачи будут решаться на вашем компьютере если вы на эту иконку нажмете то что установили какие-то пакеты вообще кто-то не делал пользоваться вот этого совсем конечного пользоваться у как не мыслить в тем библиотек пойди спроси вам нужна библиотека lib.so.2 не знаю это правильный ответ не знаю это хорошо если вы получите правильный ответ а обычный ответ нет ну так да удар вот значит потребитель мысли тех приложений и собственно в эту сторону пыдаешься видеть баг мне кажется его вопрос состоит в том что он так и не набрал вот эти аудитории фуквара критичных которые с одной стороны мысли за категорией приложений а с другой стороны вообще имеет потребность нажимать на кнопочку установить приложение а не получать все в этом вот если бы подобно гугл андроид или тому же айтюнз марк пытался делать помните у него был какой-то центр меметизации какой-то с музыкой еще с чем-то я не знаю вообще работать выдели человек выберет ну вот потому что не помню не помню вот если бы он зацепил ту аудиторию который с одной стороны издает только кнопочки хочет решения задать всего этого он с другой стороны не удовлетворяется тем что имеет на руках тогда бы вот эта вся деятельность имела коммерческий смысл ну скажем так коммерческий в смысле не смысле там призы а в смысле бизнес в скромном смысле этого слова бизнес смысл этим заниматься но поскольку этого нет то и там это на мой взгляд так поэтому рассматривать дистрибутив линокс мы вынуждены с бесскорой остановиться на пункте 8 и что и со словами а вот задачей превращения во всего комплект приложений мы справляемся к вам тем не менее поскольку мы все-таки с вами занимаемся не этим а по большей части занимаемся вот этим мы будем рассматривать дистрибутив линокс на мой взгляд довольно удачный пример того как все эти задачи решаются вот значит вот это была такая попытка исторической перспективы развертывания исторической перспективы описывающая как она ладуется на эту сетку в следующий раз я думаю что мы поговорим о лицензионных правовых основ потому что без этого вообще как вы понимаете вот Unix Morse где они тут нам показывают что если мы это забывали начинается просто что-то не знаю а также было то как организована на сегодняшний день открытая разработка могут не углубляться в истории возможности а просто посмотрят как никакие аммизы лежат в основе совместной разработки технологичные мне кажется что я на сегодня все если это какие-то вопросы есть давайте прямо сейчас а то я сейчас оба буду у меня дети полет зайдем так экзамен выглядит следующим образом не зайдете экзамен если начать процент хотите вы этого или нет я предлагаю записываться 7 н человек народа я приглашаю экзамен каждый из которого беседует с группой из 7 плюс минус два человека по течении часов 4 3 по всему кусту по началу кассу пользоваться при этом чем можно каверетами мнением товарищей чем угодно вы понимаете человека который в ответ зачитывает конспект лекций будет по меньшей мере глухо а поскольку в транспекте лекций вот я не вижу ни одного человека который бы сидел вот так в лекции конспектировал это довольно полезно потому что потом я читаю и ржу и все ржу ну я так я ржу сквозь слезы я понимаю что я действительно всю эту ерунду говорил что это не вы написали это я говорил вот вот когда на такие конспекты зачитывают меня особенно обидно потому что меня как я очень люблю заучивание дружусь поэтому пользоваться можно чем и вам но ваша задача показать что-то в теме ближе к делу я когда будет у нас экзамен я поясню кое-какие интересные интересные кристалли этого вопроса но сейчас вас волнувать не надо то есть вы должны понять что это нормальный скажем так полноценный спецкурс с полноценным экзаменом в конце это вот не халява пришел выключил получил вот еще вопрос а за счет можно получить? только в том случае если от вас учебная часть требует за счет ну да да за счет получить можно но тем же путем понимаете то есть можно случайно получить не за счет а за счет но поскольку это к искусству он никуда не ставит что будете кардас выкладывать делать какие-то да какие-то ну да вот так как это просто так это вот не